Привет, друзья! Это кухня на изнанку. Сегодня покажу несколько идей быстрых праздничных закусок. Если до праздников остается совсем мало времени, такие закусочки обычно выручают. Начну с бутербродов. Готовятся очень просто из самых обычных продуктов, а выглядят очень празднично. На праздничном столе такие бутерброды сложно не заметить. Очень тонкими пластиночками нарезаю огурец. Я делаю это овощечисткой. Просушиваю бумажными полотенцами от лишней влаги. Обрезаю края у каждого ломтика хлеба, чтобы осталась только мякоть. Готовлю намазку. В чашу измельчителя выкладываю селедку, творожный сыр, зубчик чеснока и пару ложек майонеза. Добавляю немного черного перца и измельчаю. При необходимости намазку можно подсолить. Теперь собираю бутерброды. На одну сторону хлеба наношу намазку, хорошенько распределяю и выкладываю подготовленные ленточки огурца. Вот так внахлёст. Переворачиваю и смазываю хлеб с другой стороны. Посыпаю зеленым луком. Второй ломтик хлеба точно так же. Смазываю с одной стороны и выкладываю огурец. Наношу намазку с другой стороны и посыпаю измельченным укропом. Соединяю два кусочка хлеба вот так, чтобы огурец оказался снаружи. Обрезаю лишнее. Это можно сделать и ножницами, но мне ножом удобнее. Получился вот такой двойной бутерброд. Заворачиваю его в пищевую пленку и до прихода гостей убираю в холодильник. Огурчик можно укладывать и вот так наискосок. Тоже получается красиво. Перед подачей снимаю пленку. Смазываю край бутерброда творожным сыром, смешанным с майонезом или оставшейся намазкой. Разрезаю пополам, чтобы получились вот такие треугольники. Посыпаю бока обжаренными кунжутными семечками и можно ставить на стол. Очень необычно, красиво и вкусно. А сейчас очень быстрая закуска из селедки, которую очень любят мои гости. Лук нарезаю полукольцами, добавляю сахар, уксус и воду. Перемешиваю и оставляю так минут на 10-15. Затем сливаю с лука жидкость. В миске соединяю морковь по-корейски, замаринованный лук и кусочки селедки. Заправляю растительным маслом и подаю. Можно нарезать все мелко и выложить на бутерброды, но я люблю вот так, как салатик. Снова быстро и вкусно. Сразу покажу еще один салатик. Очень вкусное сочетание свежих овощей, отварной курочки и моркови по-корейски. Яркий, ароматный и очень, ну очень вкусный. Нарезаю пекинскую капусту и свежий огурец. Складываю в миску. К овощам добавляю отваренную или запеченную куриную грудку. Рву ее на волокна вот так. Теперь морковь по-корейски и укроп нарезаю помельче. Заправляю домашним майонезом и перемешиваю. Можно досолить по вкусу. Все, салатик готов. Очень простой и невероятно вкусный. У нас такой салат не остается никогда. Очень рекомендую. А теперь шпротный паштет. Я готовлю такую закуску не только на праздники. Когда хочется быстро и вкусно перекусить, такой паштет точно подойдет. Выкладываю в чашу измельчителя шпроты. Масла не добавляю. Одно вареное яйцо и одну отваренную морковь. Теперь немного черного перца и соль по вкусу. Измельчаю. Вот такой однородный красивый паштет получается. Намазываю на кусочки хлеба и подаю. Можно украсить свежим огурцом и зеленью. Можно предварительно хлеб смазать сливочным маслом. Но я подаю просто так. Мне кажется, что здесь и добавить нечего. А теперь запеченные баклажаны с очень вкусным соусом. Баклажан вот так вот надрезаю и начиняю кусочками бекона и пластиночками чеснока. Если бекон не соленый, тогда баклажан нужно досолить. Вот что получается. Вставляю шпажки с двух сторон, чтобы баклажан не развалился при запекании. То же самое проделываю и со вторым баклажаном. Из фольги делаю лодочки и выкладываю в них фаршированные баклажаны. Духовку нагреваю до 180 градусов. Запекаю баклажаны 25-30 минут. К этому блюду я обычно готовлю зеленый соус. Мы его любим с любыми запеченными овощами. В чашу блендера выкладываю хороший пучок кинзы, пучок петрушки, пару зубчиков чеснока и несколько кусочков пармезана. Выдавливаю сок половины лимона, добавляю черный перец, соль и оливковое масло. Можно добавить сюда же базилик и немного мяты. Но сегодня, к сожалению, мне не удалось их купить. Измельчаю все это в блендере и перекладываю в соусник. Такой соус хорош ко многим блюдам, но особенно вкусно с запеченными овощами. Баклажаны выкладываю на листья салата, убираю шпажки и выкладываю соус сверху. Вот так вот ложечкой. Можно подавать. Еще одна закуска, которая готовится за 15 минут из самых доступных продуктов. Ароматные и безумно вкусные гренки. Здесь действительно каждый ингредиент на своем месте. Натираю на мелкой терке отваренную морковь, яйца и сыр. Лук нарезаю мелко и обжариваю на небольшом количестве растительного масла. Выкладываю на тарелку, чтобы остыл. В это время обжариваю гренки. Вкуснее всего именно из темного хлеба. Остывший лук добавляю в миску. Сюда же рыбные консервы. Я обычно покупаю тунец для салата, с ним вкуснее всего. Но можно взять любые консервы, слить жидкость и растолочь рыбу вилкой. Соль и черный перец. Добавляю немного майонеза. Все хорошо перемешиваю и выкладываю на гренки. Закуска готова. Еще одна закуска с консервированным тунцом. Вот здесь нужен именно тунец. Сливаю жидкость и выкладываю в миску. Примерно 100 граммов. Добавляю нарезанный соленый или маринованный огурец, половинку лука и немного петрушки. Заправляю столовой ложкой оливкового масла и перемешиваю. Для этого рецепта покупаю тортильи из пшеничной муки, но можно и лаваш использовать. Лепешку окунаю в воду и выкладываю на разогретую сковороду. Подрумяниваю немного с двух сторон. И в еще теплую лепешку заворачиваю подготовленную начинку. Вот такие аппетитные конвертики получаются. И снова быстрый салатик. Рецепт этого салата я взяла у мамочки в записной книжке и частенько он меня выручает. Гости с удовольствием подкладывают его себе в тарелку. А приготовить такой салат можно за пару минут. Попробуйте, буду рада, если такой салатик окажется на вашем новогоднем столе. Нарезаю вареные яйца. Сюда же немного зеленого лука. Баночка консервированной фасоли. Жидкость я сливаю, фасоль промываю и отправляю в салат. Сюда же маринованные грибы, соль по вкусу и майонез. Перемешиваю и подаю вот так на листьях салата. А теперь салат из листьев салата. Сразу и не поверишь, что из этих ингредиентов, которых всего три, получается такая вкусная закуска. Этот салатик настолько вкусный, что несмотря на его простоту, его совсем не стыдно подать на праздничный стол. Просто попробуйте. Листья салата мою, просушиваю и нарезаю. Можно порвать салат руками, но ножу быстрее. Складываю в миску. Чищу и нарезаю два яйца. Отправляю к салату. И заправляю все домашним майонезом. Сюда подойдет любой из тех рецептов, которые я показывала. Ссылочка на все рецепты майонеза в описании под видео. Вот и все. Салатик готов. Праздничные закуски для меня это то, что готовится очень просто и быстро, а в итоге получается вкусно и красиво. Канапе с селедочкой одна из таких закусок. У нас они заканчиваются раньше, чем бутерброды с красной икрой. Картофель чищу и нарезаю на вот такие кусочки толщиной 5-7 миллиметров. Выкладываю их на сковороду с разогретым маслом. Слегка подсаливаю. Жарю картофель с двух сторон до золотистой корочки. Нарезаю селедочку на порционные кусочки. Обычно покупаю уже готовую, пряного посола. Главное, чтобы не было костей. Осталось собрать маленькие бутербродики. Выкладываю зеленый лук, на него кусочек картофеля, сверху селедка. Завязываю. Готово. Чтоб лук не рвался, я выкладываю его на стол заранее. Тогда он становится мягким и легко завязывается. Вот и все на сегодня. Как всегда, жду ваши отзывы. Как всегда, все рецепты под видео в описании. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Хочу всех поздравить с наступающими праздниками. Пусть этот год принесет в вашу жизнь все только хорошее. Успехи в работе, спокойствие, любовь и взаимопонимание в семье, финансовое благополучие, мир и здоровье. Пусть все огорчения и тревоги останутся в уходящем году. А в Новом пусть будет только радость, хорошее настроение и улыбки близких. Напишите в комментариях город, в котором вы сейчас меня смотрите. Хочу передать привет всем-всем. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что доверяете, готовите по моим рецептам и пишите такие приятные комментарии. Я не прощаюсь. До скорой встречи. Впереди новый 2019 год и много всего интересного. До скорой встречи. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова